Всем привет! Сегодня тестирую гуашь от Шинхан. Это наборы из 24 тюбиков по 15 мл. Внутри, как всегда, нас встречает своеобразная выкраска, а если быть точнее, таблица со всеми оттенками в этой серии. И вы можете увидеть, что есть наборы поменьше, у меня самый большой. Ну и, конечно, как всегда, краски от этого бренда выглядят потрясающе. Это очень красиво и лаконично. Это минималистичная коробка, красивые аккуратные тюбики. Да и, на первый взгляд, оттенки в этой палитре очень симпатичные. Увидим это на выкрасках. Я стала замечать, что как-то постепенно стала влюбляться в этот бренд. Я вижу эти краски, и мне сразу хочется ими рисовать. Настолько все красиво сделано. И, конечно же, да, я, как всегда, оцениваю дизайн, потому что это важно. Дизайнеры создают все, что нас окружает, начиная с упаковки этих красок и заканчивая интерфейсом мобильных приложений. Наверняка вы когда-то использовали неудобное приложение, и вам хотелось его переделать. Или наоборот, попадали на нереально стильный сайт. UX UI дизайнер. Именно так называется профессия человека, который продумывает путь пользователя и создает интуитивно понятный интерфейс. Это действительно интересная и востребованная профессия. Средняя зарплата от 100 тысяч рублей. И это не предел. С ростом знаний и навыков увеличивается и доход, поэтому самое время попробовать освоить эту профессию. Начать свой путь я рекомендую на курсе UX UI дизайнер в Чулаков School. Практикующие профессионалы научат вас создавать с нуля удобные для пользователей интерфейсы веб-сайтов и мобильных приложений всего за 6 месяцев. Курс подойдет тем, кто хочет освоить новую современную профессию с нуля, тем, кто хочет войти в востребованную сейчас сферу IT, и тем, кто уже работает в дизайне и хочет закрепить базовые знания. Вас будут обучать практикующие специалисты из студии Олега Чулакова. Они сотрудничали с такими клиентами, как Сбер, Газпром, Тиньков. И вот еще несколько причин пройти курс UX UI дизайнер. Во-первых, личные видеоразборы домашних работ учеников. Во-вторых, рейтинговая система. За первое место ученик получает возможность пройти стажировку в студии Олега Чулакова. И в-третьих, возможность оплаты в рассрочку. Не упускайте шансы освоить новую креативную и высокооплачиваемую профессию. Кликайте на ссылку в описании или приходите по QR-коду на экране. А по промокоду mysticalbuttons вы получите скидку в 10 тысяч рублей. Как всегда, начинаю с выкраски. И, пожалуй, первое, что я ощутила, это невероятную плотность этих красок. У меня было ощущение, что это даже не акрил, а скорее темпера очень высокого качества. Или же даже, не побоюсь этого слова, постерные краски. Сама текстура очень похожа, но у постерных красок нет этого гуашевого припыления. То есть они ярче и у них финиш напоминает больше акрил. Яркие контрастные краски. А здесь же, сами видите, что при высыхании краски, несмотря на то, что они яркие, все равно становятся такими слегонца пастельными как будто. Именно такой финиш и должен быть у хороших гуашевых красок. Именно за это я их и люблю. За этот эффект какой-то туманности и припыления. Ну и палитра. Еще только взглянув на тюбики, я поняла, что она очень хороша. И после того, как я сделала выкраски, я в этом только еще больше убедилась. Итак, во-первых, я вас всех, я нас всех поздравляю. Ну, наконец-то у корейского бренда появился стандартный красный цвет. Аплодисменты. У нас есть стандартный вишневый. И вот второй, это и есть каноничный алый оттенок. Ни рыжий, ни оранжевый, ни розовый. Алый, господа. Наконец-то. Я уже думала, не доживу до этого момента. И вообще, обратите внимание на эту потрясающую тонкую растяжку от яркого алого цвета до лимонного. Очень красиво. Зеленые оттенки также очень хороши, на мой взгляд. И отдельно хочу выделить оливковый. Оливковые я всегда ценю. Далее нежные светло-зеленые. И зеленые похолоднее. Их я не часто использую, но в сегодняшней работе как раз потестим. Несколько голубых и насыщенных лазурных. И рядом святая троица фиолетовых и розовых оттенков. Очень красивые все три. Особенно последний розовый. Он такой красивый. Крайне редко использую такие оттенки. Но я всегда не могу перед ними устоять. Сразу хочется нарисовать миллион румяных свинок. А если фиолетовый вмешать светло-голубой, получится просто нереальный холодный лавандовый оттенок. Далее стандартная охра. Два коричневых и черный. Причем два коричневых разных. Один как будто бы с красным подтоном. А второй холодненький, ближе к зеленому что ли. Обычно именно этот цвет я использую как базу для телесных замесов. Тогда кожа получается не рыжая и не желтая. Для меня коричневый должен быть холодным. Для того, чтобы кожа не получалась желтой или оранжевой. И это как раз такой подходящий холодненький коричневый. Что скажете? Напишите вот прямо сейчас в комментариях, как вам палитра. Мне безумно нравится. Я не знаю, вроде ничего такого в ней нет. Но какая-то она притягательная, да? И вроде бы яркая. А вроде как и не очень. И очень много сложных оттенков. А если их все между собой перемешать. Короче, для меня супер вдохновляющая палитра давно не видела такой красоты именно в гуашевых красках. Конечно, в идеале было бы супер, если бы в таком наборе был базовый телесный оттенок. Не желтый базовый, а ближе к наверное светло-розовому. Для того, чтобы на его основе можно было бы тон кожи намешивать. Но тут мне уже не угодишь, знаете. Это такая большая проблема в стандартных наборах крайне. Ну, в смысле в стандартных палитрах, да. Крайне редко бывают, во-первых, телесные оттенки. Во-вторых, если они и есть, то они все-таки ближе к натуральному цвету кожи. Они более теплые, более насыщенные. А мне такое не совсем подходит. Короче говоря, я уже смирилась, что у меня такая в этом плане нестандартная. Получается мертвятская палитра, что я уже просто наловчилась сама все это вымешивать. Я из любой палитры сделаю тот оттенок кожи, который мне нужен. Это в принципе не проблема. И не из такой палитры вымешивали, как говорится. Я из коричневого, зеленого и белого могу сделать тот оттенок кожи, который мне нужен при желании. Но это уже какие-то экстремальные моменты. А теперь момент Х, а именно цена этого набора. Кто стоит, сядьте, господа. А то, кто знает, хватит вас там инфаркт миокарда. Мистикл Баттонс виновата будет. 9200 на данный момент стоит этот набор. Ну, я думаю, для многих это уже не секрет. Многие уже догадались, да, что цена будет высокая. Во-первых, потому что это профессиональный бренд. А во-вторых, он корейский. И сами понимаете, да, ну, неспроста все, что привозится из-за рубежа, оно дорогое. Понятное дело, что если бы краски такого качества производились у нас, они бы стоили, я думаю, гораздо меньше. Но что имеем, то имеем. И понимаете, тут как бы такая ситуевина. Хотелось бы поднять вопрос, а оно вообще того стоит, да? И в чем разница между какими-то среднестатистическими гуашевыми красками и этими? В чем, собственно, их профессиональность, да? Я бы хотела, да, провести какое-то сравнение, но на самом деле у меня нет гуашей, которые могли бы быть такого же качества, как эти гуашевые краски от Шенхан. Не могу таких вспомнить. Но я могу сравнить, пожалуй, с темперными красками от Art Creation, которые довольно-таки хороши, которыми я до сих пор пользуюсь. И которые, конечно, во много раз дешевле. То есть, с одной стороны, конечно, при желании можно найти краски, которые будут плюс-минус такого же качества. Это миссия выполнима. Но, с другой стороны, как-то поругать конкретно этот набор я не могу, потому что мне очень он понравился. Я, если честно, даже не ожидала, потому что меня покорили постерные краски, да? У меня был восхищенный обзор на них, и я рисую ими по сей день довольно-таки часто. И каждый раз я просто ими восхищаюсь. Очень мне нравятся постерные краски от Шенхан-Арт. Но гуашь-то оказалось вообще не хуже. Тут вообще какой-то опасный момент, на самом деле, случился. Потому что в последнее время меня как-то завоевал Шенхан-Арт. У меня никогда в жизни не было никаких брендов, да, которые меня восхищали прям. И я думала, вау, вот это супер. Я обожаю там Фабер Касл там или какой-нибудь там, кто у нас, боже мой, там, Рубинс, Ван Гог, Винзер Ньютон. Неважно, никогда у меня не было такого, что мне нравился какой-то конкретный бренд. Это вообще очень странная для меня была история. Но так как я в последнее время довольно-таки часто тестирую Шенхан-Арт, у меня сложилось какое-то очень хорошее впечатление про этот бренд. Потому что мне, блин, все нравится. Начиная от упаковки и заканчивая качеством этих красок. Единственное, что мне не нравится, это цена. Она безумная. Но качеству самих красок очень сложно придраться. Причем это касается и акварелей. Да, у меня есть целых два, по-моему, уже обзора. Да, это и акрил, это и постерные краски, и маркеры. Прошлый обзор буквально, кто не посмотрел, гляньте обязательно. А теперь еще и гуашь. Сколько можно? Я уже думаю, наверное, у кого-то закралась мысль, что мне там кто-то что-то проплачивает. Но нет, к сожалению. К сожалению, бренды-произведители красок, они все еще жопятся и никому ничего не платят. Я была бы только рада, если честно. Но действительно очень хорошее впечатление. И эти краски мне тоже понравились в очередной раз. Стоит ли оно таких денег? Если честно, сомневаюсь. Мне кажется, что это все-таки очень-очень дорого. Для гуашевых красок пускай, да, у них потрясающая плотность. У них потрясающая плотность. Еще раз повторюсь, на уровне постерных красок может быть чуть-чуть попрозрачнее, совсем немного. Но они накладываются настолько ровно, настолько аккуратно они красят, что это просто удовольствие ими работать. Да, они смешиваются вообще без грязи. Они прекрасно высыхают, впитываются в бумагу. У меня крупнозернистая бумага, практически холст. Это склейка. Все впитывается, аккуратненько кладется. Все исправляется, вымывается, если что-то нужно, наслаивается. Вообще ноль проблем, понимаете? Но цена, е-мое, 9200. Я скажу так. Если у вас есть человек, который готов вам сделать такой подарок, пользуйтесь случаем. Пользуйтесь случаем, хватайте. Ну или если вы лакшери художник, который готов потратить такую сумму на гуашевые краски. Для тех, кто думает, что это как-то особо не отличается от стандартных гуашевых красок, кто там у нас их производит? Гамма, мастер-класс, виста-артиста. Я почти все из них тестировала. Ну если вы думаете, что разницы нет, она есть. Сильно ли она существенна и влияет ли это как-то на результат, как эта работа в итоге будет выглядеть, тут я не могу сказать. Вы понимаете, зависит от вашего мастерства и от затраченного времени. Я вам объясню, в чем разница. Я бы могла взять, допустим, гуашевые краски от мастер-класса или виста-артиста, который стоит там, боже мой, тысячу рублей, если... Ну да, около тысячи, может быть, даже меньше за 24 тюбика, если честно не отслеживаю цены. В чем разница? Просто теми красками я бы заливала фон в 2-3 слоя, для того, чтобы получилось красиво и равномерно. Здесь мне потребуется один слой. Там, смешивая 2-3-4 оттенка, я могу намешать грязь. Скорее всего, так и будет. Здесь я ее не намешаю. Все равно получится хороший оттенок. Ну и, конечно, визуал я тоже не могу не оценить. Вы сами видите эти потрясающие коробки. Вы сами видите, как это красиво. Это, знаете, это как с люксовой косметикой. Может быть, этот самый хайлайтер от Гуччи и не так хорош на самом деле. И какой-нибудь хайлайтер из подружки за 400 рублей, он может даже и краше будет сиять. Но вы же понимаете, в чем разница, да? Вы когда берете эту упаковку от Гуччи, вы думаете, батюшки, советы. Это металл, он тяжелый, все красиво, а там какой-то пластик, он поцарапался и бла-бла-бла-бла-бла. То есть это так, для сравнения. Тактильно вы ощущаете, когда вы держите в руках дорогую и приятную вещь. Ну, вспомните технику, да? Да, вспомните там все эти вкусно пахнущие упаковки от айфонов, когда ты его разворачиваешь, достаешь, и как это все красиво, лаконично, аккуратно. И ты такой, вау, боже мой, вот это да, вот это люкс. У меня в руках люкс. Дорогая вещь, чувствуется. И здесь то же самое. Если вам это важно, то да. Но не всем это важно. Кому-то вообще нассать, как выглядит коробка, да? Как выглядит тюбик. И как бы такие люди будут правы в том, что краски переоценены. Понимаете, вот такая индивидуальная штука. Но я, честно вам скажу, я кайфую каждый раз, когда тестирую что-то от Шенхан. Вот повторюсь. Акварель, акрил, постерные, гуашевые, неважно. Я вот ощущаю, что я держу в руках какую-то супер качественную штуку, над которой заморочились заморочились и сделали классно. А стоит оно того или нет, это уже, как говорится, решать вам. Каждый из вас решит для себя. Ну и повторюсь, не помню, сказала уже или нет, в любом случае, стоит учитывать, что бренды, которые везут как бы издалека, да, понятное дело, что в Корее эти краски, таких бешеных денег, конечно же, не стоят. В эту цену входит все. И то, что краски сделаны в Корее и привезены оттуда. И за сам бренд Шенхан, потому что популярный бренд. Конечно же, у него есть накрутка. И в том числе, качество красок. Все это вместе суммируйте, и получите вот такую вот интересную, такую вот кругленькую цену. Кто пользовался этими красками, пишите, как вам. Да и вообще, раз уж речь зашла за бренд, пишите, как вам этот бренд и какими материалами вы пользуетесь от этого бренда, как вам вообще. Очень интересно будет почитать ваше мнение. Может, из вас есть разочарованные. Тоже будет интересное мнение. Ну и, наверное, немножко скажу про холст. Как вы видите, у нас тут снова Александр. Я все время уже в 15 раз шучу про то, что Александр все еще жив и не помер от хвори. Я не знаю, мне каждый раз эта шутка кажется очень смешной. Сори на цоре. Ну и, конечно, его покорный слуга Владислав. Я еще с новогодних праздников задумала такую вот иллюстрацию, новогоднюю. И была как раз-таки последняя в 2022 году иллюстрация с Александром, где он прогуливается в мантии своей красной меховой. И там изначально задумывалось, что это будет парная иллюстрация. Ну, что-то как-то я не вывезла. Дел было, короче, много, не успела. И вот, собственно, воплотила эту идею, которую хотела. Хотелось мне изобразить какое-то морозное утро. И вот они вдвоем, значит, прогуливаются. Слегка сыпется снежок, снежинки мелкие. И Александра держит птичку. Наверное, это снегирь. Не буду утверждать на 100%, но, по крайней мере, похож. И вот такая милота получилась. Вроде бы холодно, а вроде как и тепло в душе. Так радостно в душе. Ну, вы заметили, да, как я ворвалась внезапно по этим персонажам вдруг. Меня это радует, на самом деле. Потому что сколько было у меня персонажей классных, которые мне нравились. И как-то дальше одной и максимум двух иллюстраций особо не заходило. А по этой парочке это уже, между прочим, четвертая иллюстрация. Ребята, боже мой. Дарья на такое вообще-то не способна. Я не знаю, меня подменили. И вам, судя по всему, тоже понравились эти персы. Я читаю периодически какие-то обсуждения, что вы там про них пишете. У вас там уже какие-то хэт-каноны. Я вообще в шоке. Хэт-канонов уже понапридумывали. Фанфики пишут. Дальше что, фан-арты пойдут? Да вы сумасшедшие. Нет, я не против. Я только за. Мне это все супер нравится. Очень рада, что вы поддерживаете эту тему с развитием этих персонажей. Я вообще, если честно, даже знать не знаю, что делать с ними дальше, как бы. Ну, выглядят они вот так. Создала небольшой профайлик. А что делать дальше? Я вообще не в курсе. Ну, не знаю. Ладно, время покажет. Поставьте лайк, что ли. Подпишитесь на канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать. А также не забывайте флотить все мои соцсети, особенно мой паблик ВК и телеграм-канал. Все ссылки, как всегда, внизу в описании.